патрон где там твой клиент я тут уже час его жду он должен скоро приехать у вас все готово для фото охоты да все готово внедорожник стоит ждет его осталось дождаться клиента расскажи мне о нем твоего клиента зовут фредди он сын очень богатых родителей живет почти всегда в лондоне на его день рождения они ему подарили фото охоту на монстра кто это придумал что за фото охота это очень популярный вид охоты сейчас дело в том что сейчас у всех есть соцсети и людям надо что-то постить там кто-то постит кошечек и собачек а те кто может себе позволить постят фотки монстров а для нас с тобой организация фото охоты это отличный способ заработать делать людям нечего это же опасно так сколько клиенту лет ему 20 20 лет он же салага какая разница у его семьи есть деньги наша задача вывести его в лес и показать ему монстра если он его еще и сфотографируют так и вовсе хорошо будет почему они не подарили ему новую машину например почему фото охота на монстра что за странный подарок машину ему подарила бабушка а вот родители решили что нужно подарить что-то оригинальное они долго думали и пришли к выводу что выслеживание какого-то монстра ему понравится ну и подарочек на кого ты его поведешь фото охотиться тут в лесу появился какой-то новый монстр которого до этого никто и никогда не видел гигант но вроде безобидный как его зовут что за монстр местные называют его три хэд или дерево головы потому что издалека он похож на дерево ого впервые слышу про такого монстра да я сам его только два раза видел когда к этой охоте вернее фото охоте готовился как он выглядит он гигант значительно выше сиреноголового издалека похож на дерево потому что у него три или четыре головы и густая шевелюра ого я никогда таком не слышал а он не опасен для нашего клиента я спросил у местных которые его видели они сказали что он очень пугливый что убегает как только приближается человек и что никакого вреда никому не причинил а где можно встретить этого монстра чаще всего его видят или на закате или на рассвете он тогда встает во весь рост провожает и встречает солнце так мне тут сказали его трудно не заметить он невероятных размеров а есть его фотографии да я смог его сфотографировать вчера смотри на вид не такой уж и безобидный да кто его знает безобидный он или нет с монстрами не понять он то безобидный а вдруг раз и всех растопчет желаю вам хорошей фото охоты надеюсь клиенту понравится он кстати не приехал о приехал выходит из машины я пошел его встречать удачи и будь с ним вежлив помни его родители отвалили много денег патрон ты кого мне отправил а что что не так этот салага оказался подонком и хамом это как он вышел из машины и говорит мне чё стоишь бери мои вещи ого вы там не объяснили что ли этому товарищу что у нас тут так не принято разговаривать мы ему не прислуга ну прости его он вырос там где все за него делают он не привык сам что то делать возьми его вещи тебе же не сложно понести его рюкзак рюкзак у него чемодан из крокодиловой кожи на колесиках я же высылал ему инструктаж что с собой брать как собираться ну вот наверное не нашлось рядом кого то кто бы ему прочитал инструктаж а сам он не соизволил он в белых кроссовках в белых брюках в шляпе и с платком на шее для чего так странно собираться на фото охоту я понял для чего он уже в прямом эфире тиктока рассказывает что приехал в лес фотографировать гигантскую обезьяну офигеть я взял его чемодан как он и попросил и кинул его в ближайшую канаву он с этим чемоданом на колесиках дальше трех метров все равно не уйдет ты что он же кучу денег заплатил и что я не собираюсь с ним нянчиться хочет найти монстра пусть играет по нашим правилам мои ребята меня тоже поддерживают сколько вас там кстати я трое моих проводников и этот салага твой пойду потороплю его а то скоро закат и на закате монстр как раз и появится держи меня в курсе патрон мы на месте сейчас постараемся рассредоточиться и будем ждать появления трехеда а как там фредди дурак в шляпе нормально постоянно постоянно записывает тиктоки спросил сможет ли он станцевать на фоне монстра вот не дурак да да уж я не ожидал что у таких умных родителей такой сын я сейчас ему очень доходчиво объяснил что он должен вести себя так как я этого прошу чтобы он не делал ничего что я ему не разрешаю чтобы он молчал и чтобы не снимал свои долбанные тиктоки надеюсь он понял надеюсь в это время монстр обычно появляется в лесу около реки мы сейчас засядем в засаде на дереве и будем ждать мне пишут его возмущенные родители что им не нравится как обращаются с их сыном он им написал что ты грубый что ты его обматерил ты его обматерил нет не ври мне ну немножечко не смей этого делать слышишь тихо не отвлекай я слышу что то в лесу кажется это наш монстр ты уверен это точно монстр я слышу какой то странный звук и по лесу кто то идет что за звук слушай сам а где вы сейчас где фредди я и дурак в шляпе забрались на дерево но монстра пока не видим фредди ведет себя хорошо да я сказал ему чтобы он вел себя тихо иначе я его заброшу с этого дерева и скажу что он сам упал он вроде понял капец ну и методы у тебя а еще я у него забрал телефон чтобы не жаловался мамочки с папочкой так где монстр не знаю но по звукам где то тут но непонятно он высокий мы должны были его уже увидеть ребята на соседних деревьях говорят что тоже ничего не видят странно может он может как то становиться невидимым нет он идет на четырех лапах как собака да ладно да я сейчас спустился чуть ниже отсюда лучший обзор и увидел его на четырех лапах и он аккуратно идет между деревьев он даже в таком положении выглядит огромным смотри о он поднимается у него четыре головы и густая грива из которой торчат какие то щупальца офигеть дурак в шляпе говорит что ничего не видит хочет посмотреть а это возможно он сможет к тебе подобраться по веткам блин кажется этого не надо делать монстр подошел к нашему дереву очень близко он вас заметил он прямо у нашего дерева смотри так близко фредди его видит да он умоляет жестами дать ему телефон он хочет сфотографировать монстра ну дай пусть сфотографирует ок сейчас тихонечко передам передал он трясущимися руками пытается его сфотографировать ну а как он еще всем докажет что видел настоящего монстра он дурак он настоящий дурак что что случилось тарас тарас что случилось где вы твой фредди решил сфотографировать три хэда но этого ему показалось мало он прополз вперед и решил погладить его чего нет да ты знаешь что дальше было деревоголовый закричал потом щупальца на его голове вытянулись как змеи и стали шипеть он схватил фредди своей рукой и стащил с дерева и убил фредди и откуда-то достал перцовый баллончик и стал распылять в лицо три хэду монстр закричал и кинул фредди куда-то вдаль он погиб надеюсь иначе я сам его придушу я сообщу его родителям что он пострадал пусть высылают вертолет да подожди ты вдруг мы его найдем живым и невредимым ты думаешь он мог безболезненно приземлиться после того как его кинул монстр он же не белка летяга ну тоже верно патрон отбой жив твой фредди мерзавец родился в рубашке как он он пострадал ты понимаешь тут такое дело тут в округе всего одно болото маленькое и незаметное и твой фредди пролетел пятьдесят метров и упал прямо в болото пострадала только шляпа она у него вся заляпана слава богу он счастлив он орет на меня что это я виноват он пихает мне эту шляпу в лицо и орет что она стоит дороже чем моя машина за ним уже выслали вертолет потерпи все нету фредди шляпы почему я выхватил ее и запустил куда-то в лес она как фризби улетела куда-то вдаль идите обратно вас на точке будет ждать вертолет вернее фредди вы свою миссию выполнили вот блин кажется мы влипли что опять трехет перегородил нам путь и кажется он зол он там ты же говорил что он боится людей и что он пугливый говорил но наверное все меняется когда какой-то чувак травит его перцовым газом что нужно этому монстру он стоит на двух ногах да так близко глаза красные и слезятся его головы далеко вверху но даже отсюда это видно видать хорошо ему досталось щупальцы на голове встали в боевую стойку и шипят как змеи у вас есть оружие у парней есть винтовка но мне кажется что убить его из винтовки не получится для него это как укус комара мы его только еще больше разозлим это верно вы сможете убежать? попробуем но странное дело монстр не нападает на нас он как будто кого-то ищет кого? он ищет фредди как ты это понял? у монстра в руке его долбанная шляпа он ее поднес к своим головам головы по очереди обнюхали шляпу и монстр опускается на передние лапы господи какой он гигант как будто небоскреб решил присесть на корточке а где фредди? если монстру нужен он значит его нужно прятать мы его спрятали он сидит у дерева мы накрыли его моим камуфляжным плащом монстр его не видит может если он на вас не нападает вам стоит потихоньку отходить в лес и постараться убежать? вот черт кажется не получится почему? монстр опустился на 4 лапы опустил свои головы вниз и начал выть и? из земли полезли какие-то корни и ветки и стали опутывать нам ноги они намертво примотали наши ноги к земле я не могу поднять ногу я до колен обвит корнями из под земли он нас обездвижил таким образом а фредди? с ним тоже самое произошло? нет его монстр не видит прикованы к земле только я и проводники пусть фредди не двигается надо надо чтобы монстр его не увидел блин кажется сейчас монстр меня сожрет он приближает свои головы ко мне он меня обнюхивает ударь его нет не нужно он точно ищет фредди он меня обнюхал и теперь обнюхивает всех остальных пусть фредди сидит и не двигается он нет фредди дурак он схватил камень и кинул стрихеда он попал в одну из голов он дурак? капец трихед схватил его и поднял вверх щупальца с головы его ощупывает шипят глаза его стали еще краснее фредди кажется конец он его так высоко поднял что я его уже почти не вижу вертолет уже на месте он сейчас будет приземляться я думаю что фредди на него уже точно не успеть почему? потому что я не знаю как это описать но после того как щупальца обшарили фредди монстр опустил его на землю и фредди побежал и? ему удалось убежать? нет он сделал два шага и замер он так кричит кричит что ему больно что он не может двигаться как это? почему? он замер в какой-то неестественной позе вытянул руки и у него удлиняются пальцы удлиняются руки чего? что ты несешь? о боже фредди врос в землю его руки превратились в ветки пальцы стали покрываться листвой он одеревенел он замер на месте и врос в землю он теперь похож на дерево в дерево монстр превратил фредди в дерево? да в очень корявое и некрасивое дерево офигеть он похож на деревеневшего человека у которого вместо рук и пальцев ветки а вы вы тоже превращаетесь в деревья? нет корни нас отпустили и мы можем двигаться а монстр? он склонил головы к превратившемуся в дерево фредди головы что-то прохрипели и он ушел в сторону гор я подошел к фредди он дерево но знаешь что интересно? что? я прислонил ухо к его груди вернее теперь уже к его стволу и там внутри бьется сердце фредди жив? думаю да смотри на это дерево и что мне сказать его родителям? пусть берут лопаты и едут откапывать своего сыночка теперь он будет украшать их сад ну что ты несешь? ты прав этот фредди дерево не может украшать сад он может только его уродовать настолько он безобразен короче пусть тащат лопаты уже сейчас ты да да именно ты можешь посмотреть крутую анимационную историю с невероятным финалом на нашем новом ютуб канале аниматор эта история уже на твоем экране но и не забудь про лайк за наши старания под этим видео я тебе желаю всего самого классного и как всегда по традиции говорю а пока 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 пока